Идея видеть термические потоки не нова и давно прописалась на баянах в форуме. Тепловизоры, мыльные пузыри, дым, датчики температуры на ушах, измерение магнитных и диэлектрических свойств воздуха, доплеровские радары, шпиринфотографии. Идей было много, а реализации пока нет. Мы в клубе Аэро подошли к проблеме с другой стороны и предлагаем пока неизвестное решение этой проблемы. Итак, начнем. Для начала нам надо выбрать район, в котором присутствуют и равнинные, и горные участки, для того, чтобы оценить работоспособность всех программ в разных условиях. Поэтому мы выбрали район Крушево, Македония, где есть и горные, и равнинные участки. Качаем из интернета с увеличением от 9 до 14, топографические карты, карты рельефные и просто космические снимки. Шаг номер два. Это ответственный шаг по созданию термокарт выбранного района. Термокарты создаются на основе уже скачанных ранее из интернета спутниковых снимков, карт высот, а также задаются параметры для ветра и солнца. Солнце на юге 180 градусов, а ветер 40 градусов, это почти северо-восток. В результате этого рассчитываются карты района. Можно рассчитывать их в зависимости от местных объектов, это реки, леса. Можно рассчитывать их в зависимости от направления ветра, это зоны динамика. И можно рассчитывать предполагаемые места схода термических потоков на перегибах холмов гор. Также рассчитывается степень прогретости горной местности в зависимости от того, как она обращена к Солнцу. У нас получается еще один комплект карт для этого района, называемые термокарты, которые в дальнейшем мы можем использовать. Вот пример расчета термокарт для парадрома «Фасовая» при северо-восточном ветре, солнце на юге. Дальше идет место, равнинная часть, небольшие холмы в районе Крушева. Тоже видно расчет карт. При этом есть два вида карт. Более жесткий фильтр, вот этот. И более мягкий фильтр. Более жесткий отображает только места, где есть, должны быть, по крайней мере, термические потоки. А мягкий фильтр отображает общую прогретость поверхности. Плюс синим отображаются зоны, где есть солнечная тень или обратка. В общем, там потоков быть не должно. Судя по расчету. Вот еще будет одно место. Это уже горное место. Ветер северо-восточный. 100 тысяча 400. И опять же, получается так, что солнце греет с одной стороны холма, а ветер греет с другой стороны холма. И поэтому рассчитываются места, где они встречаются. То есть, в других местах, места практически потоков мы не видим. Следующий шаг, это шаг по демонстрации работы с плотности прибора. Загружаем трек. Реальный трек полета в Крушево. Начинает работать прибор. Рассчитывать на метеоветер. Это синяя стрелочка. Направление полета. Это желтая стрелочка с кубиком. И указатель термодатчика или детектора по-другому. Это красная стрелка. Она показывает на ближайший термический поток, находящийся рядом. То есть, этот режим абсолютно никак не связан с загрузкой карт, которые были произведены ранее. Это отдельный, абсолютный режим. Направление на потоке вычисляется по треку, то есть по данным GPS, плюс по такому элементу, которого, в принципе, мало кто использует. Это так называемый претензионный акселерометр. Дело в том, что термики, как удалось выяснить, в течение полутора летних исследований, они не статичны, горизонтальной плоскости. Вокруг них образуются поля возмущений, которые очень похожи на поля, или на поле, так называемых, стоячих волн. Кто знает радиоэлектронику, кто знает, что это такое. Эти волны затухают пропорционально квадрату расстояния до эпицентра и вычислить их, ну то есть обнаружить, засечь, можно с помощью, как я уже сказал, прибора GPS-показаний, точных приборов, точных измерений, не менее чем 2-3 раза в секунду, плюс акселерометр, который показывает мгновенные значения, измеряет. И третья компонента это математические фильтры, которые отфильтровывают ненужные шумы, оставляя только тот диапазон, который нас интересует. То есть пересекая поле возмущений вблизи термика, ну на расстояниях от 100 до 500 метров, можно почувствовать, обнаружить и измерить эти поля, а также определить направление на эпицентр этого поля. Таким образом, пролетая в пространстве плюс-минус 500 метров от термического сильного термического потока, его можно обнаружить и, соответственно, довернуть в нужную сторону. Отличие, пожалуй, в том, что большинство летных компьютеров помогают обрабатывать уже найденные потоки, то есть они анализируют трек и показывают предполагаемый эпицентр или ядро термика, вместо того, чтобы в принципе предсказать, где он должен быть, или даже не предсказать, а точно рассчитать направление на него в данной области. Поэтому принципиальное отличие от всех остальных приборов в том, что прибор показывает не те термики, в которых мы уже были, а находит именно новые термики, и за счет этого мы можем практически без потерь лететь на далекие расстояния, не пропуская по пути какие-либо потоки, которые могут встретиться. есть значения индикаторов, которые характеризуют величину, значит, вот, например, вот сейчас уровень термичности это 0,4, то есть поле, которое генерирует находящиеся вокруг потоки в районе 0,4, то есть штелевые значения это в районе 0,1, а в сильных потоках прямо уже на границе сильных потоков это значение может достигать 10 единиц. Ну, к сожалению, нюансы данного прибора, в принципе, сама программа она разрабатывалась по прибор, у которого экран обликует на солнце. Поэтому для того, чтобы все-таки использовать его, иметь возможность его использовать, был встроен в эту программу звуковой сеттезатор, который сообщает о параметрах полета, а также направление на термодатчик в виде стереоэффекта передаются на наушники. То есть совершенно не обязательно смотреть на экран, для того, чтобы поделить в какой данный момент времени находится предполагаемый термический поток. В наушниках звучит стереосигнал, в левом ухе значит лететь влево, в правом лететь вправо, впереди звучание примерно одинаковое. Зона потока высота 116 метров, метеоветер 0 метров 233 градусов. 100-0 процентов. В общем, эту программу, которая рассчитана и работает на вилево, приборы на компьютере Windows XP Вилев X70 можно использовать и как базовую станцию для хранения экспорта карт, так и для расчета термических районов, для просмотра уже выполненных полетов, анализа их, так и для подготовки данных для использования в других приборах, о которых мы поговорим в следующей части. Первый компьютер, который был испытан, он был собран на основе планшетника Вилев X70 и программ, которые мы видели раньше. Вместе с дополнительным модулем GPS плюс акселерометр он хорошо способен выполнять функции полетного компьютера. К недостаткам единственное, что относится, это небольшое время автономной работы, около трех с половиной часов и экран, который не очень хорошо виден на солнце. То есть летать с ним можно не глядя на прибор, благодаря синтезатору и стереоэффекту направлений. 4 метров 291 градусов зона потока координата возврата в термик, дистанция 101 метров направлений 347 градусов время 8 секунд. 10 минут 1 10 20 20 20 22 21 21 21 23 23 22 25 25 25 Продолжение следует...